Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Архейс 24 очередной выпуск программы «Стихия». В преддверии весны я рад приветствовать вас на нашем телеканале. В этом выпуске мы обратимся к рубрике, которой давненько у нас не было — «Поэтический телемост». К сожалению, не всегда получается встречаться с поэтами из других регионов непосредственно в нашей студии, поэтому мы прибегаем вот к такой технической инновации. И вот сегодня с нами на связь вышел очень талантливый поэт из Кабардино-Балкарии Беслан Шипшев. Беслан, рад тебя приветствовать в нашей программе. Спасибо большое за приглашение, очень рад сегодня посетить вас и пообщаться. Беслан, ну первый вопрос, как всегда, традиционное начало каждой моей беседы — это начало твоего творческого пути. Когда поэзия впервые появилась в твоей жизни и что тебя на это сподвигло? Ну, Артур, скажу так, наверное, у каждого писателя и поэта есть своя легендарная история начала творчества. У каждого есть какие-то воспоминания об этом. Я тоже не являюсь исключением в этом случае. И у меня есть своя необычная история, правдивая, но в то же время необычная. Необычная потому, что начал я писать совершенно в необычном месте, в неожиданном месте, в неожиданное время. И чтобы это понять, надо себе представить 2006 год, лето, июль, 50-ти градусная практически жара. Ну, правда, это была ночь, но градусов 40, наверное, точно было. Это военные сборы, полигон, практически открытое поле. И невозможно было спать в палатке, где спали 40 человек в духоте. И я не мог уснуть, соответственно, вышел на улицу. И сидя, смотря на звезды, скажем так, не знаю, что это было, как это называется, муза пришла или вдохновение, или еще как-то это можно назвать, но так или иначе, именно тогда я написал два своих первых стихотворения. Одно из которых, кстати, называлось «В прохладной летней тишине». То ли мне хотелось сильно прохлады, то ли это было посвящение месту, где я находился. Это именно город прохладный, так как полигон находился именно там. Но так или иначе, первые свои два стихотворения я написал именно тогда, именно там, в таких вот непривычных, казалось бы, условиях. Основные темы твоей поэзии? На какие темы ты чаще всего пишешь? И вообще, что тебя вдохновляет? Ну, интересный вопрос, конечно. Но скажу так. В стихах моих присутствует различная тематика, как философская, так и лирическая тематика. В принципе, есть стихи о жизни, судьбе, о любви, о семье, о творчестве. Ну, в принципе, о всем, что нас окружает и с чем мы сталкиваемся в жизни. Наверное, практически любую сторону жизни стихи затрагивают. Но в большей части, наверное, это уклон на философскую лирику. По крайней мере, она мне, наверное, ближе по духу. Ну, мы переходим к другому вопросу. Поэты, оказавшие на тебя особое влияние, твои любимые авторы? Ну, здесь я, наверное, никого не удивлю, если назову поэта Александра Сергеевича Пушкина, великого нашего поэта. Потому что, на мой взгляд, именно его поэзия, его стихи являются воплощением гармонии. И они настолько гармоничны, насколько гармонична сама природа. И это не преувеличение. Но удивлю, наверное, многих, если скажу, что все-таки большее влияние на меня, как на автора стихов, оказывало и оказывает не поэзия других поэтов, а скорее проза. И вдохновение, наверное, я больше черпаю в прозаических произведениях таких авторов, как тот же Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Тургенев, Чехов. Если говорить о зарубежных авторах, то однозначно это Виктор Гюго, Эрнест Хемингуэй и Джек Лондон. Ну и другие авторы. В целом, это, наверное, больше классика, потому что именно классика несет в себе и содержит более такой глубокий философский смысл, какие-то ценностные ориентиры и установки, которые так или иначе находят отражение в стихах. Давай-ка теперь коснемся твоей профессиональной деятельности. Чем ты занимаешься и не мешает ли это направление твоей творческой жизни? Как они совмещаются друг с другом? По основной своей профессии я юрист. В Википедии, кстати, даже есть такой термин специальный, поэт-юрист, который в полной мере можно отнести ко мне. Если серьезно, то я считаю, что моя профессиональная деятельность и творческая, они являются тумя параллельными линиями моей жизни, которые не противоречат друг другу, а наоборот, даже дополняют друг друга и добрососедствуют. Планируется ли сборник стихов? И вообще, где ты публикуешь свои стихи, чтобы наши зрители могли ознакомиться с твоим творчеством? Да, Артур, планирую и, надеюсь, не один. Для меня это тоже важная составляющая творчества, потому что книга с произведениями автора – это как выражение результата творчества, как воплощение этого результата. И поэтому к этому вопросу я отношусь и подхожу очень серьезно и максимально ответственно. Поэтому не тороплюсь, хотя в ближайшее время, надеюсь, мне удастся реализовать эту идею и выпустить сборник стихов, который, надеюсь, найдет отклик в сердцах у читателей, и они его оценят. Что касается того, где можно почитать стихи, ознакомиться с творчеством, то в настоящее время я веду блог в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram. Кроме того, стихи опубликованы на портале «Стихи.ру», где в открытом доступе читатели могут с ними ознакомиться, почитать, ставить свои отзывы, комментарии, которые мне очень важны, потому что творчество творчеством, а оценка творчества – это тоже немаловажная часть, и, скажем так, тот аспект, который позволяет и стимулирует автора творить дальше, писать дальше. Потому что, когда стихи интересны и находят отклик у читателей, то тогда как бы и у автора вдохновение, мне кажется, прибавляется, и хочется писать еще больше и творить, продолжать творить. Беслан, я знаю, что ты являешься лауреатом многих конкурсов, ты принимал участие во многих фестивалях поэтических. Вот расскажи нам об этом. В каких конкурсах ты принимал участие? Да, действительно, я принимал участие в различных конкурсах и премиях литературных. Всех перечислять не буду, но в числе последних, одной из последних, например, была литературная премия, национальная литературная премия для молодых авторов, в которой я попал в шорт-лист и стал финалистом этой премии. В целом могу сказать, что различные конкурсы, премии литературные – это большой опыт, когда ты представляешь свои произведения не только на суд общественности и читателей, широкого круга читателей, но и на суд профессионального жюри, людей, которые непосредственно профессионально занимаются литературной деятельностью, издательской. И, безусловно, это большой опыт и важная часть творческого пути любого писателя и поэта. Ну и какая беседа без этого традиционного вопроса? Твои творческие планы, Беслан? Отвечая на этот вопрос, вспомнил один нашумевший в интернете несколько лет назад видеоролик, в котором одного спортсмена спрашивали, бывали у вас какая-то тактика на эту гонку, и придерживались вы ее, на что он ответил, да, у меня с самого начала гонки была тактика, я ее придерживался, отвечу также, есть ли у вас планы и дальше заниматься творчеством, да, у меня есть планы и дальше заниматься творчеством, но если серьезно, то я действительно и дальше планирую заниматься творчеством, писать стихи и, как я уже сказал ранее, надеюсь выпустить в скором времени свой первый сборник. Беслан, спасибо за то, что ты нашел время, вышел с нами на связь, я надеюсь, что однажды мы сможем с тобой уже непосредственно в студии встретиться и поговорить с тобой как бы в реальности. Успехов, успехов тебе во всех делах, конечно, ждем твои новые произведения. Спасибо, Артур, спасибо большое за приглашение, мне действительно очень было приятно принять участие в вашей передаче, на мой взгляд, очень хорошей передаче, важной, особенно в наше время, мне кажется, что такие передачи несут в себе добро и правильную риторику, которая должна доходить до широкого круга людей и приобщать их к литературе, к искусству, к творчеству, за что вам большое спасибо. Ну, что касается приглашения принять в следующей передаче участие, то если пригласите, то обязательно с радостью откликнусь и, конечно же, приму участие. Спасибо еще раз вам, всем телезрителям. Желаю здоровья, добра, мира. Читайте книги, читайте стихи. Ну и, конечно, мы просим тебя прочитать для нас несколько своих произведений. С удовольствием прочитаю, Артур. Спасибо. А я напомню, что с нами по видеосвязи сегодня был поэт из Кабардино-Балкарии Беслан Шившев. Проносится время и поезд метро, И пульсом стучит его эхо, Меняются люди, как кадры в кино, В вагонах, как в жизни проехал. Затихнут шумящие рельсы пути, Платформы опять опустеют, А следом другой поезд должен прийти, Для тех, кто на тот не успеет. И снова он в такт отбивает свой путь По новому кругу, для новых, Ушедшего поезда нам не вернуть И не изменить остановок. Твоя остановка. Пора. Выходи. Черед пассажира другого. Что было, Останется все позади. Приходит, Уходит, И снова. Остановите это время. Я так хочу запомнить все. Хочу добра посеять семя, Чтобы любовью проросло. Хочу оставить людям память Не о себе, А за собой. Побольше радости доставить, Судьбу свою прожить с душой, Чтобы не стыдно было детям, Своим потомкам рассказать, Каким я жил на этом свете, И что сумел им передать, Чему учил своим примером, И от чего оберегал, Во что всем сердцем твердо верил, И где ошибки допускал. О чем мечтал, К чему стремился, Чего не смог, Чего достиг, Каким трудом всего добился, Какие истины постиг. Но время жизни не подвластно, Ведь жизнь сама в его тисках. На суд, надеясь, беспристрастный, Мы ждем судьбы в его руках. Я так хочу запомнить небо, В котором солнце светит мне. Оставить память так хотел бы, Добром у каждого в душе. Ты стала вдохновением моим, Моей мечтой и мыслями о вечном. Ты стала отражением моим, И чувствами, что длятся бесконечно. Ты стала откровением моим, Источником, что щедро дарит воду. Ты стала пробуждением моим, От сна, где не хватало мне свободы. Ты стала наваждением моим, И я теперь ищу тебя повсюду. Ты стала настроением моим, А кем же для тебя я буду? Ты стала блогдящей моим, И а кем же длятся бесконечно. США